Доброго времени суток, дамы и господа, с вами на связи Леонид Юниси. 9 ноября 2016 года, сегодня я решил запустить новый цикл видеообзоров. И вот данный цикл видеообзоров будет касаться инвестирования. Тема инвестирования и будет предназначена для инвесторов, для опытных и начинающих инвесторов. У нас в компании есть возможность, скажем так, приумножить свои кровные с помощью инновационных инструментов на финансовых рынках. И что для этого нужно? Для этого нужно, во-первых, зарегистрировать свой кабинет. И обязательно укажите, пожалуйста, время регистрации в поле ID-партнера один из двух номеров. Либо 2328, либо 2348. Эти видеообзоры будут абсолютно бесплатными на моем видеоканале. Но в качестве благодарности прошу вас, чтобы вы указали при регистрации один из озвученных мною ID. То есть первый, либо 2328, либо 2348. Итак, друзья, уважаемые инвестора, потенциальные и существующие. Как мы можем получать пассивный доход, используя инновационный инструментарий UBK Markets? Ну, во-первых, вот вы заходите в свой кабинет, тут есть раздел трейдинг. Но вот именно в этот раздел мы и входим, потому что мы, по сути, инвестируем и подписываемся на дублирование торговых сигналов уже существующих IP-управляющих. То есть это мы сами подписываемся, но торгуем не мы, а торгуют эти IP-управляющие. Можно быть и в качестве IP-управляющего одновременно, и в качестве инвестора, и в качестве партнера, и брокера, и в качестве менеджера в портфеле и так далее. Об этом я буду делать специальные ролики. Сейчас я про то, как инвестировать. Я первый раз это делаю вместе с вами, я еще не инвестировал. Итак, ну, во-первых, у нас есть такая тут вкладочка управления моими инвестициями. Пока у меня здесь пусто, тут есть так называемый мой инвестиционный портфель, и будет статистика по нему. И внизу вот есть на данный момент наибольшая популярность среди наших клиентов пользуются эти управляющие. И четыре управляющих. Вот Anken, доходность, инструмент японская иена, доходность 54.31%, 14240, доходность 60.33%, инструмент фунта франк, пират, доходность 52.46%, инструмент фунт и эндри, доходность 15.56%, инструмент GBP, GPI, фунта и иена. Все торгуют на счетах оригинал, потому что счета процесс еще не запущены. Что такое счета оригинал? Это на которых действует оригинальная стратегия самого управляющего. А счета процесс, которые они будут запущены в конце ноября, там будет еще задействована инновационная технология, абсолютно ноу-хау в мире трейдинга и финансовых услуг. То есть IPA технология, которая имеет, как бы сказать, в своем составе интеллектуальные алгоритмы, риск менеджмента и другие интеллектуальные алгоритмы, но основные являются риск менеджментом. И их цель это снизить риск и увеличить прибыль. То есть сделать все для того, чтобы наши дорогие инвестора были довольны. Итак, для того, чтобы инвестировать, что нужно сделать? Переходим во вкладку «Инвестировать в IPA управляющего». Так и называется. И у нас вот есть, смотрите, список из топ-10 управляющих. По разным финансовым инструментам. Есть так называемый трейд ранг, есть доходность. Ранжирование в этом списке идет не по трейд рангу, а по критерию доходности. То есть начиная от самой большой доходности и по убыванию вниз. Все по камень торгуют на счетах оригинал. Про счета процесса я буду говорить, когда они появятся. Буду о них рассказывать очень подробно. Также мы здесь можем увидеть доходность за 30 дней. Максимальная заходность за 90 дней. Это максимальный срок. Видите? Ну, в принципе, счета запущены у всех недавно. Это меньше 30 дней. Даже меньше, да, меньше 30 дней. Поэтому, когда мы задаем 90 дней, тут, в принципе, ничего не меняется. Что мы еще можем здесь увидеть? Кроме логина или никнейма управляющего, валютной пары, по которой он торгует. Прибыли. И мы еще видим вот здесь впереди каждого квадратики разного цвета. Желтого, красного, скажем так, и зеленого. Вот что это означает? Зеленый цвет означает, что управляющий придерживается консервативной торговой стратегии. Желтый, что он придерживается умеренной торговой стратегии. И, скажем, этот красный, ну, образно говоря, красный, что управляющий придерживается агрессивной торговой стратегии. Так вот, смотрите, наш управляющий, который находится на первом месте, он придерживается консервативной, не консервативной, а умеренной торговой стратегии. Кстати, возвращаясь к управлению моими инвестициями. Вот эти четыре управляющего означают не то, что они имеют самую большую доходность, потому что, например, у Энтери эта доходность упала очень сильно, наверное, после президентских выборов в США. Но означает, что наибольшей популярностью, то есть большее количество инвесторов именно инвестируют в эти четыре управляющих. Так, давайте мы попробуем инвестировать. Минимальная сумма инвестирования 5 долларов. Вот если мы нажмем здесь, выберем, например, вот данного управляющего с самой большой доходностью. Минимальная сумма инвестирования, когда мы нажимаем инвестирование, будет 5 долларов. Оптимальная сумма 100 долларов. Обязательно прочтите регламент IPA инвестора. Обязательно. Можно инвестировать сейчас, можно инвестировать позже. Разница в том, что просто либо вы прямо сейчас деньги переводите, либо чуть позже. Здесь место для указывания суммы. Вставите галочку и инвестируйте. И нужно здесь также добавить, что в регламенте написано, что нет ограничения по срокам инвестирования. То есть это it's up to you, как говорят англичане. То есть это все на ваше усмотрение. Итак, давайте мы напишем здесь 5 долларов. Подтверждаю, потому что я ознакомился с регламентом, читал его неоднократно. И нажимаю инвестировать. Что происходит дальше? Операция инвестирования произведена успешно. Торговые результаты данного управляющего доступны в разделе управления моими инвестициями. Давайте перейдем к управлению моими инвестициями. Что мы видим? Доходность пока 0,0%. Но потом тут все будет отображаться. Вот мой управляющий. Кстати, я могу пополнить, я могу остановить дублирование сделок этого управляющего на моем счете IPA инвестора. Это все на мое усмотрение. И я имею вот такую возможность, такой функционал. Инструмент фунта франк, прибыль и так далее. И что еще можно здесь? Давайте еще в одного управляющего. И кое-что по этому поводу добавлю. Еще я проинвестировал в одного управляющего. Во-первых, кого мы можем? Можем инвестировать в пират, потому что она находится на четвертой строчке в нашей десятке. И она еще торгует по консервативной стратегии. Вот мы можем инвестировать вне ее. Давайте мы сразу откроем. Вот она открылась вот здесь. Доходность 55. Кстати, мы можем здесь видеть... Так. Также можем видеть, что у нас здесь идет ручная торговля. И ее график прибыльности. То есть, не автоматическая торговля. Торговые операции. Профитных buy 15. Убыточных... Вот и ровно покупку 10. Профит sell 19. Loss sell 12. То есть, профит это... Прибыльные покупки, убыточные покупки, прибыльные продажи, убыточные продажи. И активность торговли. Вот примерно... Ну... Примерно максимальная активность торговли это 10 сделок. Дата создания счета аж 27 июля 2015 года. Ну, давайте мы ее проинвестируем. Опять пишем 5 долларов. Имейте в виду, что это оригинальная стратегия управляющих. Мы подписываемся на дублирование торговых распоряжений, генерируемых оригинальной стратегией IPA управляющих. Я нажимаю инвестировать. Вот. Эмирация инвестирования проведена успешно. Переходим обратно в управление моими инвестициями. И у меня уже два управляющих. Видите? Первый и второй. И вот общее состояние моего портфеля. Пока ноль. Пока ноль. Давайте мы еще в одного управляющего. Можно, конечно, выбрать IP управляющего, который торгует на агрессивной стратегии. Как выбрать именно по стратегиям? Нажимаете здесь на зеленый. Тут все появляются с зелеными квадратиками. Вот пират и так далее. Нажимаете на умеренные. Все появляются с умеренными. И так далее. Ну, честно говоря, я не буду инвестировать в агрессивную. стратегию, потому что не хочется. Большой риск. Я все-таки перейду обратно ко всем. Вот тут вкладочка всем. Это белый квадратик. И инвестирую вот в TIXVIT инвестирую. У него хорошая доходность. Просто нужно еще посмотреть, с какого числа он торгует. Какой промежуток времени он торгует. Он торгует с 11 мая 2015 года. То есть он давно с нами. Активность у него довольно-таки большая. Что еще? Ручная торговля. Ну, давайте в него проинвестируем. Я хотел, конечно, в Анкенен, чтобы не обижать милых дам. Но можно будет потом и в нее инвестировать. Можно будет в следующем ролике. У нее тоже 2015 года счет открыт только 9 сентября. У нее тоже ручная торговля. Довольно-таки большая активность. Вот такой график прибыли. Вот видите, какой он такой умеренно возвышающийся, поднимающийся. А у TIXVIT график активности. Ну, вот такой, знаете. Давайте все-таки я в женщину проинвестирую. Все-таки вот мне этот график доходности больше понравился. И так далее. Но мы еще об этом всех нюансах будем говорить. Потому что я буду делать вот такие вот обзоры, я думаю, в ежедневном порядке. И инвестирую в Анкен. И давайте еще раз глянем на наш инвестиционный портфель. Вот у нас. Кстати, можно его полностью остановить. Вот по поводу этих кнопочек позже скажу. Что еще? Вот пока у нас можно пополнить опять. Можно остановить дублирование сделок этого управляющего, если он, допустим, что-то не так сделает. И вот у нас в портфеле три управляющие. Добрый путь, как говорится. Посмотрим, что из этого выйдет. И буду это мониторить в ежедневном режиме. Спасибо вам за внимание. И до новых встреч в эфире. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.